Описание представленных томограмм пациентки 1958 года рождения от 31 августа 2019 года. Область исследования. Брюшная полость, забрюшенное пространство с внутривенным болюстным контрастированием. При анализе результатов использовано построение в окситальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКТ органов брюшной полости забрюшинного пространства. В легких на уровне сканирования очаговые или фильтративные изменения не выявлены. Участки локального пневмофиброза. Желудок обычных размеров правильно расположен, преимущественно по большей кривизне, слизистая толщина до 17-18 мм. Печень КК РПД 192 мм, КК РПД 55 мм. Контуры четкие, ровные, нативная плотность неравномерно повышена до плюс 650, плюс 84 Хаусфилда. Желчные протоки не расширены. В C7 выявлены простая киста 9х8 мм. В C4 киста до 4 мм. В C5 киста также до 4 мм. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена с четкими ровными контурами, без RG контрастных очагов. Приджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами паренхема диффузна неоднородно, в нативной плотности 89 плюс 55 Хаусфилда. Версунков проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены, паренхема однородно, чашно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Тентген-контрастные конкременты не определяются. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Слева пара-артально выявлен единичный лимфоузел 9х8 мм. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника – умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхонтрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков к удальному направлению сформировано клювовидное разрастание. При внутривенном болестном введении контрастно очки патологической баскулизации не выявлены. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Патологические включения в них не выявлены. Слева на уровне межпозвонковых дисков L2-L3 определяется локальное сужение мочеточника. Выше сужение – диаметр мочеточника 7 мм, ниже – 4 мм. КТ-картина гепатомегалии за счет правой доли. Кисты печени. Диффузные изменения ткани печени. Утолщение стенок желудка. КТ-признаки липоматоза поджелудочной железы. КТ-признаки локального стеноза левого мочеточника с минимальным нарушением уродинамики. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Рекомендована консультация уролога. Врач-рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики с ГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день! У вас есть изменения как в тканях печени, так и в тканях поджелудочной железы. По всей видимости, хронического плана. Ничего катастрофического в них нет. Мелкие кисты печени особого значения не имеют. В поджелудочной железе убедительных данных за наличие кист не получено, точнее это можно сказать на МРТ. В левом мочеточнике у вас есть участок небольшого сужения, протяженностью буквально пару миллиметров, но из-за него есть небольшое нарушение оттека мочи, что может давать тяжесть, чувство боли в животе. С этим нужно обратиться к урологу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова